Всем привет, друзья мои, с вами Дивер. И сегодня попытаюсь ответить на часто задаваемый мне вопрос. Особенно новички задают. Ну, не особенно, точнее, новички такой вопрос задают. Что же нам нужно будет взять из снастей, вообще, что нам нужно будет взять для поездки на Нижнюю Волгу и на Ахтубу? Итак, друзья мои, сегодняшняя тема будет Нижняя Волга и Ахтуба. Что из снастей нужно будет взять? Ну, наверное, первое, то, что нужно взять, это, наверное, приобрести лодку. Лодку, наверное, любую. То есть, подойдет, по сути, любая лодка, желательно под мотором. Мотор, мотор, наверное, шести сил будет достаточно, если вы будете ловить, ну, скажем, в одно лицо. А так, вообще, в принципе, разнообразные двигатели подойдут. Меньше шести сил, ну, наверное, можно брать. Все зависит от того, что на какие промежутки от своей точки стоянки, от своей стоянки вы будете перемещаться. Вот. Чем мощнее, тем, наверное, лучше. Но шести сил будет вполне достаточно, даже перемещаясь на какие-то приличные расстояния. Что еще? Также нужна будет, наверное, веревка и якорь. Если вы будете ловить, ну, или того же самого, сазанас, лодки, бель, джиговать, окуня, жереха. То есть, по-любому понадобится якорь и веревка. Вот. Веревку желательно иметь длиной 25-30 метров. Почему такая длинная? Потому что течения сильные, глубины большие. Есть места, где надо будет якориться и на глубинах, там, 18 метров, 20 метров. Да. А нам нужно еще не вертикально опустить, а нужно еще стравить немного, сбросить веревки, чтобы веревка была не вертикально, а так, под небольшим, таким, скажем, углом. Чтобы лодку нашу держала, чтобы ее не тащила. Для этого нужна длинная веревка. Так. Вес якоря, вес якоря, ну, наверное, в принципе, все зависит от лодки, конечно. От трех до шести килограмм. У меня пять килограмм якоря, он держал и ПВХ, держит и металлический. Мой Бестер, который весит 200 килограмм только один, без двигателя, без снастей, без всего, скажем так. Довольно-таки такая, ну, тяжелая лодка. Ну, и обязательно, конечно, снасти. Снасти нужно брать, определившись с тем видом рыб, которые мы собираемся ловить. Скажем, в Астраханской области разнообразие рыб довольно-таки большое. И по хищнику, и по бели. Окунь, щука, судак, жерех, головы, сом, сазан, лещ, скажем, бель разноплановая. Нужно определиться со снастями и уже затаиваться, грубо, этими снастями. Чтобы, абы что, нам не тащить. Итак, определившись со снастями, мы начинаем потихоньку их собирать. Покупать, собирать наш рыболовный, скажем, узелок. Ну, допустим, начнем с сазана. Сазана можно ловить с лодки, с берега. Можно ловить на жмых, можно ловить на ракушку. Можно ловить на червя, на кукурузу, на горох. Вот, я предпочитаю сазана ловить, наверное, на жмых больше всего. Потому что, ну, это, наверное, как-то, может быть, и проще. И сазан попадается довольно-таки неплохой, крупный. Для такой ловли нам понадобится спиннинг. Довольно-таки мощный, но не кол, не дубина. То есть, спиннинг, чтобы вязал рыбу, то есть, хорошо так отыгрывал. Довольно-таки мощная катушка. Или мульт, или безрационная катушка. В принципе, наверное, лучше использовать байтранер, безрационную катушку. Размером где-то, ну, разные. Тут у каждой фирмы свои какие-то обозначения. От 3000, наверное, до 5000 размера. Все зависит от производителя. Мощная силовая катушка. Скажем, карповая. Карповая силовая катушка. По плетенке, по леске. Если брать леску, то леску, наверное, брать 0,4 вполне подойдет. Хорошая, качественная леска. Вот. Если брать плетенку, то, наверное, где-то, наверное, 0,22-0,25. Вот. С разрывной нагрузкой. Теперь по, наверное, грузилам, по весам и по крючкам. Если мы ловим с лодки, то где-то 100-150 грамм. Или кормушки, или грузила, там, все зависит на что мы ловим. Если мы ловим с берега, то 250-300 грамм. Течение сильное. Груз довольно-таки неплохо тянет. По крючкам, если брать, то они должны быть, ну, подходящие под нашу приманку. Под ракушку побольше, под кукурузу, скажем, поменьше. Также для рыбалки нам понадобится подсачник. Подсачник должен быть для Астраханской области немаленький. Довольно-таки большой, прочный, надежный. Желательно с длинной ручкой. Он нам подойдет, в принципе, под любую ловлю. Под сазанат желательно иметь отдельный подсак. Если мы ловим с берега особенно, он должен быть довольно-таки широкий. Желательно треугольной формы, чтобы нам удобно было подводить, заводить рыбу. А так, в принципе, с большим кольцом, мощной ручкой, по сути, любой подсак. В любом магазине скажете, что мне нужен хороший для Астраханской области подсак. С хорошим, скажем так, вмещением в себя, прочным. Ну, а теперь, наверное, затронем направление хищника. Мое любимое направление, чем я увлекаюсь в Астраханской области, это ловля судака. Сама. Ранее увлекался жерехом, головлем. Ловлю частенько окуня, иногда щуку. Так вот, давайте попытаемся теперь разобрать это все по полочкам. Что же нам нужно для такой ловли, для ловли хищника в Астраханской области? Что нам нужно для этого взять? В первую очередь, это, наверное, все-таки джиговая ловля. Если у нас есть лодка, не обязательно с мотором. Можно без мотора. Без мотора тоже можно добраться до какой-то ближайшей точки и ловить джигом. Значит, для этого нужен нам спиннинг длиной где-то 2,40-2,70 с тестом минимальным. Это где-то до 40 грамм максимально, ну, наверное, до 70 грамм. Где-то в среднем до 60-50 грамм, я думаю, подойдет. Почему такие большие тесты? Потому что, в принципе, у нас груза, чебурашки, джиголовки в среднем где-то 32-38 грамм. Бывает, что если мы ловим на ямах или там сильное течение, то до 50 грамм доходит веса. Также, если мы идем с плавом, то нам понадобится веса где-то 20-22-25 грамм. Или, допустим, если мы ловим вдоль берега, какие-то береговые бровки облавливаем с небольшими глубинами, скажем, где-то 3-4-5 метров, то веса где-то, наверное, до 28 грамм. Катушка. Катушка 3,5-4 тысячи. Где-то вот такого размера. Опять же, катушки должны быть, наверное, хорошие, такие, да, надежные, чтобы они у нас не развалились в какое-то ближайшее время. Теперь для ловли сама, если мы будем увлекаться такой ловлей, нам понадобится, значит, тоже определенная снасть. Если мы ловим солодки, скажем, квоком, то нам, соответственно, понадобится квок. Какой-то не сильно длинный спиннинг, но мощный, скажем, где-нибудь там 50 ЛБ, 30 ЛБ. Опять же, по тесту все тяжело выбирать. То есть, можно взять с 50 ЛБ тестом, спиннинг он будет очень гибкий. Может, допустим, у другого производителя, какая-то другая модель, быть вполне нам подходящая. То есть, спиннинг будет и мощный, и в то же время будет вязать рыбу. То есть, спиннинг должен быть не лапшистый, то есть, он должен быть довольно-таки жесткий, но в то же время не кол. Если мы ловим квоком, то, соответственно, мультипликатор. Можно, опять же, использовать и байтранеры, и какие-то силовые, и другие безрационные катушки. Плетеную леску, плетеный шнур диаметром можно брать, ну, не то, что максимально, но довольно-таки толстую плетеную леску. И не бояться того, что, допустим, сом испугается толщины. Где-то, наверное, 0,3, даже, может быть, даже и 0,4 подойдет. Крючки, соответственно, мы тоже выбираем под оснастку. То есть, от каких-то, допустим, там не очень больших до больших сомневек крючков. В пределах, конечно, разумного. Все должно быть, наверное, по закону. По поводу ловли щуки, допустим, да, щуку можно ловить на ереках, щуку можно ловить на самой речке. Здесь нам понадобится, опять же, какой-то спилинг длиной, наверное, где-то в районе двух метров. Катушка, ну, две с половиной, двух с половиной тысячная. Плетеный шнур надо подбирать, опять же, под условия ловли. Смотря, как мы ловим, там, по твич, может быть, чуть-чуть потолще. Под колебалку можно потоньше. Ну, средняя, грубо говоря, какая-то плетенка, скажем, 0,14-0,16, я думаю, что вполне подойдет. Возможно, даже, может быть, и 0,13-0,12. Опять же, зависит от приманок. Вот, колебалки, значит, довольно-таки неплохо ловят щуку в Астраханской области. Можно набрать какие-то колебалочки. Вертушки, ваблерочки, твичевые или, допустим, какие-то крэнки. Щука, в принципе, особо там непривередливая, скажем так. Можно ловить ее на ериках, используя вертушки, колебалки, какие-то поверхностные поперы. Вот, силиконовые приманки также можно использовать, не отгружая. Или, допустим, на ворот, отгружая, если, допустим, будем ловить где-то в глубоких местах. Вернувшись сейчас, значит, к джигу по поводу силикона. Силиконовые приманки к джиголовкам надо подбирать где-то, наверное, размером, ну, наверное, от 8 до 12 сантиметров. Это вот где-то вот такой размер. Он, в принципе, самый-самый, ну, ходовой, скажем так. Так, я люблю ловить на крупные приманки, сильно не мельчить. Ну, конечно, не на очень здоровые. Вот, здоровая приманка не очень так хорошо летит. И, в принципе, поклевок в разы меньше. Где-то 110-е, 120-е приманки, они, вот, наверное, самые мои любимые. Это что касается судака. Я думаю, что они же подойдут и по щуке. Так, что у нас еще? Окунь, да? Ну, под окунь многие используют и отводной поводок. И ловят на вертушки, на какие-то цикадки небольшие. На те же самые маленькие мандулы. То есть, окунь, в принципе, если, опять же, котловой окунь, если, допустим, котел, то можно делать какие-то оснастки, то есть, вешать просто тяжелую какую-то блесенку и, грубо там, два поводочка сверху, с какими-то кембриками или с ушками. Ну, мне, опять же, это не очень нравится, потому что это как бы, ну, так, если развлечься, гирляндами ловить. Ну, больше люблю ловить, скажем, именно на какие-то воблерочки или вот на какие-то приманки, которые я до этого озвучил. Жерих, да, Жериха тоже, в принципе, хватает в тех местах. Как правило, используют какие-то космастеры, опять же, какие-то воблерочки определенного типа. Об этом вы можете посмотреть какую-то информацию уже в интернете. Если сейчас все перечислять, если, как бы, все по приманкам очень тщательно рассказывать, то времени займет это очень много. Вот, под Жериха нужно снасть, ну, по сути, хороший спиннинг, который довольно-таки бы далеко бросал. По длине, опять же, все зависит, где мы будем ловить. С берега будем ловить Жериха или, допустим, с лодки. Как правило, ловят его с лодки, близкого не подпускают, поэтому спиннинг где-то 2,70, ну, желателен, чтобы подальше бросить и удобно было выматывать. Можно длиннее палку использовать, но тогда нам, значит, подводить рыбу будет крайне сложно. По катушке, в принципе, катушку можно использовать, наверное, и 3,5 тысячную, и 2,5 тысячную. Все зависит от модели, насколько они мощные. Производителям можно брать, ну, тут разнопланово. Дайва, Шимана, Риоби, Люкс из недорогих, Абу Гарсье. Разноплановые катушки, в принципе, главное, чтобы они были, наверное, надежные, потому что Астраханская область – это довольно-таки экстремальные условия. И песок, и нагрузки довольно-таки неплохие катушки на себя берут, если попадается хорошая рыба. Поэтому, наверное, все-таки нужно что-то качественное брать, чтобы катушка у вас не развалилась и не расстроила вас. Что еще? Ну, троллинг, да? Наш любимый троллинг в Астраханской области, особенно где-то вот Харбалинский район, то есть не сами Низовье, а именно где-то вот район Селитвенного, да, Волгограда, Харбалинский район. То есть где-то вот здесь. Очень развит, в принципе, троллинг. Троллинговые ловли. Для троллинга нам понадобится тоже спиннинг. Опять же, по спиннингам. Спиннинги разноплановые. Люди ловят на разные снасти, разные палочки, разные катушки. Здесь, ну, советую. Тут для каждого что-то свое. Если кому интересно, как я ловлю, у меня есть обзоры по конкретно троллинговым палочкам. Я показываю в видео, как я ловлю, на какие снасти ловлю. А вам уже выбирать самим. То есть нужен спиннинг, нужна катушка, желательно мультипликаторная. Ну, кто-то ловит и опять же на байтранеры, на безнарционные катушки. На безнарционные катушки, они просто для троллинга, почему я считаю, что они не подходят, они довольно-таки быстро умирают. И на самом деле выматывать рыбу, особенно трофейную, с безнарционной катушкой тяжелее, чем, скажем, наверное, с мультипликаторной катушкой. Я люблю ловить на мультипликаторной катушке, используя качественные спиннинги, довольно-таки жесткие. Именно в Астраханской области жесткие палочки такие. Плетеный шнур для троллинга где-то, наверное, 0,18, 0,19, 0,20, 0,22. Все зависит, опять же, от производителя. По плетенке у меня тоже есть отдельное видео, и называть конкретно диаметр тут, как бы, или разорвную нагрузку, здесь как-то тоже не очень правильно. Нужно смотреть как-то это все визуально и по производителю. Каждый выбирает производителя на свой вкус. Кто-то ловит одним производителем, кто-то ловит другим производителем. Много очень хороших плетенок, опять же, называть их не буду. Кому интересно, у меня есть видео, опять же, по плетенке на моем канале. Если мы приезжаем на базу, то, наверное, нам, ну что еще, денежки нужны, да, и, по сути, больше ничего. Если мы приезжаем первый раз, то, наверное, нужно будет взять какого-то Игоря. Желательно не какого-то пообщаться еще с отдыхающими, может быть, они какого-то прям хорошего Игоря вам порекомендуют, чтобы не зря были потрачены деньги, чтобы он вам показал места, где ловить, и, может быть, что-то подсказал, как ловить. В принципе, все. Если мы приезжаем кемпингом, да, то есть мы хотим отдыхать или дикарями, или при базах есть специальные береговые площадки под кемпинг, здесь нам понадобится, соответственно, шатер, потому что очень много комаров, чтобы нам комфортно, значит, находиться, сидеть, отдыхать, то нам понадобится шатер, шатер хорошо вентилируемый, желательно с четырех сторон. Поэтому по необходимости мы какие-то стороны закрываем, чтобы ветер сильно не задувал, скажем, чтобы песок не летел. Если идет дождь, мы тоже, значит, закрываем, чтобы нас дождик не залил. А если жарко, то мы все открываем, и шатер должен хорошо проветриваться. По поводу палаток. Палатки должны быть с хорошей вентиляцией. Это, наверное, первое, на что нужно обращать внимание. Повторюсь, опять же, в Астраханской области жарко, поэтому вентиляция это в первую очередь. Опять же, кому интересно, вы можете посмотреть мои видео, какими палатками я пользуюсь, какими шатрами я пользуюсь. Я под видео обычно оставляю ссылочки, вы можете что-то себе подчеркнуть. Прямо сейчас по полочкам раскладывать какие-то палатки или шатры, мы ничего это не будем. Есть кемпинговая мебель очень хорошая, которую можно использовать для кемпинга. Это разноплановые такие тоже, всякие типа шкафчиков, которые закрываются, куда можно складывать посуду, еду. Они должны быть обязательно закрывающиеся, потому что, ну, скажем, собак или, допустим, там каких-то хрюшек хватает на берегах. То есть и базовские собаки бывают, бегают, и просто какие-то, там, не знаю, дикие, назовем бы их так. Поэтому желательно все закрывать, чтобы ни печенюшки у нас там, ни конфетки, там ничего у нас не пропало. При базах еще сдают в аренду, некоторые базы сдают в аренду холодильники. В среднем цена, наверное, где-то 150, там, 250 рублей в сутки. Точно не могу сказать, везде, наверное, по-разному. Опять же, кемпинг при базах стоит на сегодняшний момент в районе 250, наверное, 350 рублей с человека. В эту стоимость включается свет, ну, и ваше, как бы, нахождение. Больше ничего. То есть холодильник отдельно сдаются в аренду. За машину, как правило, ничего не берут. Вот. Что еще, если мы отдыхаем в кемпинге? Ну, соответственно, нам нужна какая-то будет посуда. Если мы готовим на газу, соответственно, нам нужна какая-то туристическая плита, какие-то баллоны, соответственно, газовые. Если у нас плита большая, соответственно, как бы большой баллон нужен. Ну, и вот эта вот кемпинговая мебель, она, есть такие шкафчики, которые, значит, со столиком. Можно ставить эти плиты на эти, скажем, шкафчики. Вот. Очень удобно. Если есть возможность привести вентилятор, то лучше привести вентилятор. Вентилятор, это в Астраханской области, это лишняя, скажем так, вентиляция, лишняя воздуходувка, которая, в принципе, нам иногда очень сильно облегчает наш отдых. То есть, обдувая нас в какую-то прям адовую жару. Для детей, для детей, наверное, для женщин, для детей, можно взять пополочные удочки. Вот. На пополочные удочки можно половить и на ериках, и с берега, прям непосредственно у нашего лагеря, да. Вот. И в проводочку, и в заливах можно половить на парыша, на червячка, там, на кукурузинку какую-то, на хлебушек. Вот. То есть, пополочные удочки тоже, как бы, довольно-таки востребованы, и можно неплохо, скажем, оторваться по этой теме. Бели в Астраханской области очень много. Разноплановые. Красноперки хорошие попадаются, подлещики, там, плотва. Разные всякие интересные рыбы, которые, в принципе, порадуют и наших жён, ваших жён, вот, и детей. Да, я думаю, что многих из вас тоже это порадует рыбалка. Могут попадаться и буфалы, карасики, сазанчики, или даже, может быть, сазанищи большие. Вот, что ещё? Свет. Да, наверное, свет. Вот, если мы отдыхаем в кемпинге, то можно взять с собой ещё какие-то лампы, там, я не знаю, опять же, посмотрите, у нас моё видео, как мы используем, что мы используем. Светодиодные ленты мы берём, ну, заранее всё это дело изготавливаем, да, чтобы можно было подключить к электричеству. Очень комфортно, очень удобно, не приходится сидеть с какими-то фонарями. Там фонари, кстати, обязательно надо брать, потому что, если там, ну, фонарь, в принципе, темнеет рано, поэтому фонарь, как бы, тоже... Я думаю, что в любой поездке фонарь, в принципе, не помешает, он необходим. Фонарь, конечно, нужен. По поводу одежды, всё зависит от сезона, наверное, тоже меня многие спрашивают, Илья, сейчас пытаюсь просто, я говорю, ответить на многие вопросы, которые мне задают, что там из одежды брать. Всё зависит от сезона, вот, в Астраханской области редко идут дожди, но бывает идут, поэтому что-то от дождика, если мы летом едем, то всё равно нужно взять. Вот, а так, в принципе, летом не холодно, вот, довольно-таки спать в палатках комфортно, если мы отдыхаем в кемпинге, если мы отдыхаем в домиках, то там должен быть по-любому кондиционер, чтобы вам было комфортно. По одежде, ну, как бы, как вот, лёгкая какая-то такая вот одежда. Опять же, в моём видео вы можете посмотреть, как мы одеты, вот, в моих видосах. Многие спрашивают, нужны ли сапоги, вот, ну, кто-то берёт сапоги, даже летом, причём заходит в воду, там, отталкивают лодку в сапогах. Я, как правило, не беру сапоги летом, кто-то боится змей, значит, да, побаиваться, поэтому, если куда-то идут, там, в какую-то лесопосадку, там, с дровами, там, подевают сапоги. Я ничего не-то не одеваю, лодку отталкиваю просто, значит, засучив брючины и отталкиваю лодку. Вода не холодная, если мы говорим про лето, у лодки лежит полотенчик, раз вытерли, там, если прям, какой-то холодный, утром носки одели, вот, и там, и достаточно в шлёпках бы находиться, всё нормально, тепло. Вот, что ещё? Ну, соответственно, если мы летом едем, какие-то нужно брать реперенты какие-то от комаров, что-то типа термосела, там, или какие-то дымилки, там, вонючки, там, разноплановые. Вот, если мы едем в Машку в июне, то нужно брать ещё масло Гвоздики, она нас спасёт от Машки. Вот, ну, а по осенней, по весенней рыбалке тут, как бы, я говорю, надо одеваться, ну, брать с собой какую-то одежду, потому что, как бы, и сапоги, возможно, не помешают, если, допустим, мы едем поздно осенью, то и ЗЭВы сапоги не помешают, если мы едем ранней весной, то, соответственно, тоже тёплая какая-то обувь нужна, ну, и, соответственно, одежда. То есть, термуху по-любому брать, флис брать, ну, и третий слой уже какой-то ветрозащитный, там, или, допустим, ну, как бы ветрозащитный от дождя, на всякий случай. Желательно запасные комплекты брать, особенно верхние. Шапку, соответственно, и перчатки, это по осени. По поводу того, значит, ещё раз, по поводу кемпинга, вот у меня здесь пометочки небольшие, на чём удобнее спать? На, скажем, на матрасе или на раскладушке? Не все раскладушки влазят в каждую палатку, да, в принципе, и матрас тоже не в каждую влазит палатку, то есть надо подбирать всё по размеру. Мне удобнее, наверное, спать всё-таки на матрасе, на хорошем матрасе. У меня матрасы чешские, не знаю сейчас, где их можно найти. В своё время брал на интернет-магазине, назывался, по-моему, маршрут. Если мне память не изменяет, давно брал и, слава богу, снабдил всю свою семью. Матрасы служат уже более, наверное, 15 лет. Очень качественные, толстые матрасы, такого советского качества, без колпанов. Из них торчит такой сапун, который затыкается таким чопиком. То есть, в принципе, спускать им негде. Они такие толстые, толстокожие. Вот. Интакс матрасы не советую, потому что, скорее всего, это всё будет одноразовое. И, возможно, даже вам на одну поездку не хватит. Будете постоянно подкачивать, и они спускают. Сейчас продаются матрасы из ПВХ материалов. Их, вроде бы, как хвалят. Сам не пользовался такими. Или берите раскладушки. Но, опять же, я говорю, раскладушка, она как-то громоздкая. Если палатка невысокая, она у вас просто не встанет от стенки к стенке. Здесь надо вот именно подбирать под палатку. На раскладушках, конечно, тоже неплохо спать. Под раскладушку можно какие-то вещи положить. То есть, пространство как-то немного увеличивается в палатке. Что ещё? Ну, вроде бы, как бы всё. Можно подвести итог. Допустим, нам, в принципе, достаточно будет несколько спиннингов. Несколько катушек. Это значит, получается, надо взять какой-нибудь спиннинг длиной. Он может быть, в принципе, и универсальный. Длиной 2,40. С тестом, ну, скажем, до 45-50 грамм. Данным спиннингом можно половить, по сути, и жериха. Как, если брать такую универсальную палочку. Как жериха, как и судака джигом. По сути, можно и какие-то вуглерочки покидать, скажем так, щуку половить. И те же самые колебалки. Но лучше, конечно, под щуку и под жериха иметь какие-то отдельные палочки. Под окуня это простые какие-то лайтовые палочки. Грамм до 8. Кто-то использует до 5 грамм. Есть вообще там суперлайт. Кто-то отрывается и до 3 грамм палочки. То есть, как бы здесь уже выбирать вам. Если что-то вы уже чем-то ловили, то вам это будет все проще. Соответственно, под бель. Кстати, допустим, того же самого Сазана можно ловить и вообще бюджетным способом. То есть, если мы не хотим тратить на Сазана какие-то отдельные, прям сумасшедшие деньги, то нам достаточно купить, скажем, клинскую леску диаметром 0,8. Купить грузило. Грамм, так, скажем, 250-300. По-моему, это шестой номер, если по номерам. Пятый, шестой номер. Как делать жмыховницу я в своих видео показывал. Крючки там приблизительно тоже видны. Размеры, ну, опять же, не буду сейчас на размере застрять внимание, потому что размеры использую тоже разные. И, в принципе, по номерам не могу сказать. Все беру на глаз. Берем, значит, на каждую жмыховницу, значит, по два, можно четыре крючка. Ну, будет достаточно по два крючка. И что у нас еще? Все. Нам нужно будет сходить в лесопосадку, срезать сторожок. Опять же, я в своих видео показывал, как ловить на эту бюджетную снасть, так называемую закидушку, да, поставушку. Длиной леска сама 0,8, все зависит от того, что где мы ловим. Если я ловлю на ерах, на обрывистых берегах, я сильно далеко не бросаю. Если, мол, на косах, то желательно нам добросить до какого-то перепада глубин, не на ровном месте, чтобы, допустим, там, если три метра, вот там, на четыре с половиной, куда-то свалик, там сазанчик будет поклевывать. Вот такая бюджетная снасть. Она обойдется вам вообще там сущие-сущие копейки. По поводу колокольчика, кто-то использует колокольчик, кто-то еще что-то. Я вообще ничего не использую, потому что поклевку сазана нажмых пропустить невозможно. Там этот сторожок будет гнуться и творить такие чудеса, которые вы надолго запомните. То есть, поклевку видно будет хорошо. Вот. Если вы используете спиннинг, ну, соответственно, как бы, да, можно использовать сигнализаторы поклевки, профессиональные карповые удилища, стойки под эти удилища и тому подобное. То есть, тут уже все зависит от ваших средств, скажем так. Наверное, все, друзья мои. В принципе, вот этого всего вам будет достаточно для, скажем, первой там или второй поездки в Астраханскую область. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Если на какие-то вопросы я не ответил и есть у вас какие-то вопросы, скажем так, какие приманки подробнее, пишите в комментариях, да, на что там ловить судака, на что сама там. Задавайте вопросы в комментариях, я постараюсь на это ответить. Субтитры сделал DimaTorzok